Друзья, в этом ролике мы потренируемся переводить с русского на английский. Что я сделал? Я взял книгу «Алифия в стране чудес», небольшой фрагмент, и перевел с английского на русский. И сейчас то, что я переводил на русский, мы переведем обратно на английский. Вы, наверное, подумали, так, зачем такая сложная схема? Нельзя было взять готовый художественный перевод на русский, и мы бы его сейчас перевели обратно на английский. Друзья, дело в том, что часто художественный перевод — это совершенно другая книга. Ведь смысл в том, что художественные произведения насыщены всевозможными выражениями, умными, заумными, сложными, всякими фразами, идиомами. Там сохраняется стилистика автора, и поэтому то, что вы читаете, перевод на русский, произведения с английского языка, это может быть совершенно другая книга. И поэтому лучше сделать, как я сделал, я перевел максимально просто, дословно на русский. Сейчас мы это все обратно будем пытаться переводить. То есть мы больше работаем над технической частью, над именно сохранением грамматики, лексики и так далее. То есть мы не художественные переводчики. Мы просто пытаемся строить предложения на английском языке, на основе русского. Понимаете, да? Окей. All right, guys, let's start. Выпей вина, сказал мартовский заяц с ободряющим тоном. Ну, давайте по порядку. Первая часть — это выпей вина. Как можно перевести? Drink — пить, wine — вино, drink — wine. Нормально? Ну, в принципе, да, но на самом деле звучит грубо. Почему? Потому что получилось, по-русски это бы звучало так. Пей вино. Так, ну-ка, пей вино, как будто мы заставляем, приказываем, да? Вообще, это повелительное наклонение, то есть мы призываем это сделать, да? Выпей вина. Но, тем не менее, просто сказав drink wine, это прозвучит грубо. Так мы лучше не будем переводить, используем более английскую конструкцию. Когда мы предлагаем какой-то напиток, часто там, не знаю, воду, кофе, чай, они используют have. Да, мельчане говорят have some tea, выпей немножко чаю, да? Have wine, да, выпей вина. То есть вот именно с have мы и работаем. Итак, это предложение такое настоятельное, повелительное наклонение, как я уже сказал. Поэтому тут просто будет такая форма, да, начальная форма, без to have. Have это вот выпей, да, угостись вином, так скажем, да? Have, вино это wine. Have wine. Но он же сказал выпей вина, видимо немного вина, да? И вообще нельзя просто have wine странно звучит в английском языке. У существительного, скажем, вино, да, wine, должен быть какой-то артикль, то ли a, то ли the, или может быть an, или еще другое слово. Вот они не могут просто оставить существительное без всего, так скажем, в голом виде, да? Нужно что-то добавить. Давайте разбираться, можно ли сказать a, have a wine. Нельзя. Почему? Потому что wine это жидкость, вино, a это что-то одно, то, что мы можем посчитать. A с жидкостью нельзя. Дальше, the, have the wine. Выпей конкретное вино. Ну, если там было бы, не знаю, бокал налит, да, то может быть. Но здесь он, видимо, просто вообще предлагает. Выпей вина, может там разные виды вина есть. То есть, the тоже нельзя, это не конкретное вино. Поэтому есть такой лайфхак. Можно использовать слово some. Some это немного чуть-чуть, как будто бы выпей чуть-чуть вина. Have some wine. Вот такая вот интересная конструкция, очень правильная, очень английская. Have some water, have some tea, have some coffee. То есть, вы предлагаете угоститься чем-то и говорите have, потом some, и уже название той жидкости. Да, кофе, чай, вино, все что угодно. Сказал мартовский заяц ободряющим тоном. Значит, вообще в английском у нас как строится предложение? Сначала кто главный, подлежащий, то есть мартовский заяц, much hair. А потом уже сказал, да, глагол. Said, это прошедшее, поэтому say во второй форме, глагол неправильный, поэтому said. Much hair, said. Но, когда мы говорим про слова автора, вот сказала лиса, сказал мартовский заяц и так далее, мы можем менять местами эти слова. Это допустимо именно в этом случае, когда мы используем эти слова автора. Поэтому said, the much hair, или the much hair said не имеет значения, и так, и так правильно. Ободряющим тоном. Ободряющий это encouraging, и тон очень похож на русский tone. Получается said, the much hair, encouraging tone. Чего-то не хватило. Во-первых, это предлог. Предлог in. Said, in, encouraging tone. Почему in? Потому что у них как будто бы в тоне, вот именно в этом тоне он сказал. В русском не обязательно, но вот в английском нужно in. И еще что? Еще нужен артикль. Слово tone это существительное. Существительное в английском языке используется с артиклями. Либо a, n, либо the нужно поставить. Давайте попробуем понять, что же мы используем. Значит, во-первых, a tone. Да, сразу угадали, да? And tone странно звучит, а the конкретный тон здесь. Не конкретный, это просто тон, да? Поэтому a tone. Но у нас же есть прилагательное encouraging. А если у нас есть прилагательное, то артикль уже не перед существительным становится, а перед прилагательным. Он как будто бы перемещается. Он относится к слову tone, но просто стоит перед encouraging. И a encouraging tone звучит как-то неприятно, да? Сложно произнести. А вот an encouraging tone уже легче. То есть смотрите на следующий звук. Encouraging там и, и гласный, да? Поэтому будет артикль N. An encouraging tone. Have some wine. Set the much hair in an encouraging tone. Вот такой получился перевод первой реплики. Двигаемся дальше. Алиса окинула взглядом стол, но на нем не было ничего, кроме чая. Первая часть. Алиса окинула взглядом стол. Окидывать взглядом звучит очень громко, но это просто осмотрелось по сути. To look around. To look around. Это как раз вот именно окинуть взглядом, осмотреться. Значит, первое слово у нас. Алиса, да? Потом окинула взглядом. Обычное прошедшее время. По simple. Значит, Alice looked around. Stole the table. Он конкретный, поэтому да. Alice looked around the table. Но на нем не было ничего, кроме чая. Значит, было, не было, есть, нету. Это же оборот there is, there are. Да, вот ей существует, имеется, но прошедшее время, поэтому there was. Поняли, да? Но на нем не было ничего. Значит, but это но. There was. Как бы там было. Или не было. А давайте проанализируем. Там не было ничего. Слышите? Не было ничего. Два отрицания в русском языке. В английском можно только одно отрицание. Либо через глагол, либо через другое слово. Давайте сделаем через местоимение. Получится, но там было ничего. But there was nothing. Да, but there was nothing. Такая вот интересная английская логика. Прямо 100%. У нас, ну там не было ничего. У них, но там было ничего. Вот так странно звучит. Но это правильно. But there was nothing. Nothing, это не значило. Поэтому мы использовали was, а не were. Если что, да, если у вас такой вопрос возник. Так, еще на нем, да, на нем. Ну, дословно, on it, да. It это стол, оно, а не удушевленное. But there was nothing on it, кроме чая. Кроме, кроме. Довольно простое слово. Может быть, вы не знали, но слово but, это еще кроме. But, ну, кроме чая, слово чай, tea. Никаких артиклей не нужно. Это просто абстрактно, ну, чай и все. Значит, Alice looked around the table, but there was nothing on it, but tea. Я не вижу вина, заметила Алиса. Я не вижу. Как и в русском, так и в английском, все одинаково. Я подлежащее I. Не вижу, не вижу. Видите, see. Не вижу. Отрицание, это настоящее простое. Поэтому I don't see. Я не вижу. Либо, как говорят американцы-англичане, I can't see. То есть, можно использовать глагол can, как будто бы я не могу видеть. Можно и don't, можно и can't. Оба варианта допустимы. Но, кстати, чаще говорят именно can't. Я не могу видеть. Не знаю почему, вот именно так вот говорят, запомните. Значит, I cannot, I can't, see. Не вижу вина, да, вина. Wine. Опять же, нужно что-то добавить, да, в данном случае, вот именно здесь. Не вижу вина. Можно сказать any. I cannot see any wine. Почему any? Было же же some. А вот some это в утверждениях, мы предлагаем, да? Have some wine. А any в отрицаниях и вопросах. Здесь же она не видит никакого вина, правильно? Это отрицание. Поэтому I cannot see any wine. Вот такое предложение. Заметила Алиса. Ну, по-простому это Alice said, сказала. Но если хотите, слово remark, это вот отмечать, замечать. Более сложное, интересное слово. Значит, Alice remarked. Это прошедшая обычная past sample, прошедшая форма глагола. I don't see any wine. Или I cannot see any wine Alice remarked. Его здесь и нет, сказал мартовский зайц. Опять же, слышите, его здесь и нет. Есть, нет, это все тот же оборот. There is, there are. Но уже настоящее. То есть, его здесь нет. Нет, there is, ну, у нас отрицание. Давайте сделаем отрицание. There isn't, да? There isn't его. Ну, в смысле, вина это, it, да? There isn't it. Ну, звучит не очень хорошо. Давайте сделаем, как было. Any wine. Да, there isn't any wine. Так уже прям хороший такой английский текст получается. Но, кстати, можно даже wine не говорить. There isn't any. То есть, можно опустить слово wine, получится, ну, здесь нет, как бы, ничего. Да, вот его, ничего. Как раз there isn't any. Вот there isn't any, это классный перевод именно этой фразы. Здесь нет вина. There isn't any wine, said the match. Here, said the match. Here, тут очень просто, вы и так это все перевели. Дальше. Тогда это было не очень вежливо с вашей стороны предлагать его. Среди ты сказала Алиса. Давайте по порядку. Тогда это было не очень вежливо. Тогда это then. Это было не очень вежливо. Давайте сделаем это не было очень вежливо. Так будет проще. Это не было. It wasn't. Да, it wasn't. Очень вежливо. Вежливо это polite. Очень very. It wasn't very polite. С вашей стороны предлагать его. Вот в русском мы говорим с вашей стороны, а у них это как бы от вас. Было невежливо от тебя это сделать. Вот такая вот логика. И просто говорим of you. Предлог of и you. It wasn't very polite of you. Видите, у нас с вашей стороны. У них просто of you. Даже проще немножко. It wasn't very polite of you. Предлагать. Предлагать это offer. Потом ставим так, как и ставим. Начально to offer. Начальная форма, там никакое время даже не используется. Polite of you to offer его. Ну, его. Вино это оно. Поэтому it, правда. To offer it. Вот и все. Then it wasn't very polite of you to offer it. Сказала Алиса сердито. Сердито это angrily. Said Alice angrily. Вот и все. Отлично получается. Давайте двигаемся дальше. Then it wasn't very polite of you to offer it. Said Alice angrily. Ребята, если вы понимаете, что вам тяжело самостоятельно освоить английский язык, очень рекомендую позаниматься с учителями из онлайн-школы английского языка Inglex. В описании к этому видео есть ссылка. Переходите, регистрируйтесь. Вам подберут программу изучения, методику, материалы. Исходя из ваших целей, вы будете заниматься по классным материалам, тренировать возможные навыки, умение читать, писать, разговаривать, понимать на слух. То есть такая всесторонняя программа по развитию английского языка. Ну и, конечно, результаты не заставить себя ждать. В описании к этому видео есть ссылка. Переходите, регистрируйтесь. Оплачивайте любой пакет занятий. И у Inglex сейчас акция для всех новых учеников. Кто приобретает любой пакет занятий, еще три урока бесплатно по промокоду ALIX. Переходите, занимайтесь. Всем удачи. Было не очень вежливо с вашей стороны сесть без приглашения, сказал мартовский заяц. Здесь уже полдела сделано. Почти то же самое. Переписываем перевод. Единственное, обратите внимание, что в русском начинается со слова было. Было не очень вежливо. А вот в английском нужно добавить это. Всегда есть то главное подлежащее, как это, а потом уже глагол было. Вот то же самое, в общем-то. It wasn't very polite of you. Вот и все. It wasn't very polite of you. Мы переписали, только добавили it. Да, у нас в русском это, это мы добавили это. Сесть без приглашения. Сесть это начальная форма, так и будет начальная. To sit down. To sit down. Садиться. To sit down. Без это without. Приглашение. Invitation. Отличное слово. Вот и все. It wasn't very polite of you to sit down without invitation. Сказал мартовский заяц. Said the March Hare. Очень простое предложение. Дальше. It wasn't very polite of you to sit down without invitation. Said the March Hare. Я не знала, что это ваш столик, сказала Алиса. Он накрыт больше, чем на троих. Здесь уже есть кое-что интересное. Я не знала, что это ваш столик. Первая часть довольно простая. Я не знала, это прошедшее время. Know, это знать. I didn't know. Didn't, это помощник в прошедшем времени. Отрицательное предложение. Did not, да. I didn't know. Все очень просто. Что это ваш столик? Что это that? Это ваш столик. Это есть ваш столик. Или это был ваш столик. Правильно? Мы приводим к нормальному английскому виду. Кто главный? Что он делает? Это был ваш столик. Именно такое предложение мы переводим на английский язык. That это был. Ну, дословно. It was ваш столик, your table. Вот и все. I didn't know that it was your table. Вот такое предложение. Сказала Алиса. Said Alice. Или Alice said. Тут все очень просто. It накрыт. Вообще, накрывать стол это либо to set the table, либо to lay the table. Это устойчивое выражение, запомните. Но он накрыт. Как бы он есть накрытый, да. Есть это глагол be. И потом накрытый это вообще причастие. То есть третья формула, если глагол неправильный. Как раз у нас set и lay это неправильный глагол. Поэтому получается. It. Глагол be is. Это is, правда? It is. И накрытый. It is set или it is laid. Вот и все. It is set. It is laid. Он накрыт. Он есть накрытый, да. Он есть накрытый. Больше, чем на троих. Больше это more. Чем это than. На троих это просто слово три, да. Цифра три. Three. Но в английском еще нужен предлог. Как бы для больше, чем на троих. For. It is set for more than three. Вот и все. В принципе, получилось довольно просто. Хотя выглядело устрашающе. I didn't know it was your table, said Alice. It is set for more than three. Твои волосы нужно подстричь, сказал шляпник. Он смотрел на Алису некоторое время с большим любопытством. И это была его первая речь. Вообще, можно было, тебе нужно подстричься, но я максимально дословно пытался перевести, чтобы мы обратно уже переводили то, что есть. Итак, начинаем. Довольно непростая вещь, особенно грамматика. Твои волосы нужно подстричь. Значит, в английском вообще это предложение прозвучит так. Твои волосы хотят подстригания. Очень странно, да. Даже твой волос, да. Твой волос хочет подстригания. Какой-то бред на русском, но в английском это очень классный такой прям оборот. Вот выражение. Сейчас все объясню. Значит, вообще, hair волосы. Почему у них hairs? Потому что это не считаемо существительное. Всегда hair. Запомните. Твои волосы это your hair. Значит, your hair хотят. Это want. Но раз волосы, у них это как будто один волос, да. Почему два? Один. Один волос. Your hair wants. Да, это present simple. Present simple. Там если he, she, it. Окончание s. Вот волосы это it, по сути. Значит, your hair wants. И подстригание, вообще подстригать, стричь это cut. Мы используем ерундию. Подстригание. Cutting. Инговая форма. Значит, your hair wants cutting. Именно такая вот интересная, замудренная грамматика здесь используется. Вообще, это хорошее такое выражение. Запомните именно про волосы, раз часто его используют. Your hair wants cutting. То есть, тебе постричься бы неплохо. Тебе волосы неплохо бы. Подстричь. Сказал шляпник. Очень просто. Said the hater. Он смотрел на Алису с любопытством некоторое время. Значит, он смотрел на Алису. Hey, don't look at it смотреть. Давайте подумаем над грамматикой. Он просто взглянул. Или все-таки он сидел долго и смотрел. Вот такой, ага. Ну да, ей пора постричься. Конечно, это длительность. Плюс, смотрите, как еще тут происходит действие. Он сидел, смотрел и потом сказал. Получается, оно длилось некоторое время, завершилось и потом еще что-то произошло. То есть, его реплика. Поэтому предлагаю использовать past perfect continuous. Вот такая интересная грамматика. На самом деле, очень редкая форма, но вот ситуация, где его можно использовать. Как оно образуется? Два вспомогательного глагола. Had been. Всегда had been. И потом уже look с окончанием ng. He had been looking. Вот оно. Он смотрел некоторое время. Had been looking. Давайте сначала на Алису. Look at. Всегда устойчивый предлог at. Look at Alice. Все очень просто. He had been looking at Alice. Некоторое время. Это в течение некоторого времени. То есть, for some time. В течение for, some time, некоторое время. For some time. He had been looking at Alice for some time. С большим любопытством. С with. Большое. Big или great. И любопытство curiosity. Curiosity. Это любопытство. Ну, довольно легко. И это была его первая речь. Почему речь непонятна. Но, в общем-то, в книжке было это слово. Поэтому я так и перевел. And. Это и. Это была его первая речь. Это it. Была это was. Его his. Первая first. И речь, ну, пусть будет, speech. And it was his first speech. Your hair once cutting, said the Hatter. You had been looking at Alice for some time with great curiosity. And it was his first speech. Вот такое длиннющее предложение мы с вами перевели. Все молодцы. Отлично. Давайте переведем еще одну реплику Алисы. Тебе нужно научиться не делать личных замечаний, сказала Алиса с некоторой строгостью. Это очень грубо. Ну, давайте переводить. Тебе нужно научиться. Значит, в английском это будет ты должен научиться. Да, просто ты это you. Должен научиться. Она рекомендует, дает совет такой, да, эту рекомендацию. Поэтому should. You should. Should модельный глагол, который как раз и помогает нам передать значение вот совета, рекомендации. Значит, you should. Научиться. Учиться. Learn. После should to не ставим, поэтому просто you should learn. Дальше. Не делать. Вообще делать замечания это to make remarks. Да, устойчивая фраза. To make a remark или to make remarks. Значит, to make a remark. Давайте переведем сначала делать замечания, а потом сделаем отрицание. Значит, получается make remarks. У нас еще личные, да, personal. To make personal remarks. Вот оно, да. Делать личные замечания. Но у нас не делать. Как поступим? Как сделать не? Используем not перед to make. Not to make personal remarks. Скорее всего, вы подумали, так, стоп, у нас же должны быть помощники, нельзя просто not. Нужно либо do not, does not, is not, cannot и так далее. Друзья, давайте разбираться. Значит, научиться не делать. Не делать это начальная форма. To make это инфинитив. Инфинитив образует отрицание через not. Вот и все, такое правило. Там не нужны помощники. Просто not to make, это значит не делать. To make делать, not to make не делать. Помните, gamlet, to be or not to be, вот оно. Not to be, не быть, быть или не быть, запомните. Значит, you should learn not to make personal remarks. Вот такая тоже интересная грамматика. Запомните. Should learn без to, should это рекомендация. И потом not to make. Not to make это не делать. Personal remarks, это такие личные замечания, да. Сказала Алиса с некоторой строгостью. Said Alice, все понятно. Said with, некоторые, ну тоже some, with some. И слово строгость. Ну, severity, можно, довольно редкое слово, но пусть будет. Said Alice with some severity. Это очень грубо. Ну, вы уже все без меня сделаете. Это есть очень грубо, да, наше предложение. It is, it is, глагол be, да. It is very rude. Вот и все. It is very rude. You should learn not to make personal remarks. Said Alice with some severity. It is very rude. Друзья, ну что, тяжело было? А в чем была основная трудность? Именно построить предложение или подобрать грамматику или правильные слова? Пишите в комментариях. Мы посмотрим, прочитаем и будем делать больше роликов именно на эти вот трудные темы. Это поможет вам быстрее научиться переводить и вообще общаться на английском языке. Ребята, кто еще не видел, обязательно переходите по ссылке. Прямо подо мной есть квадратик. Кликайте на ролик. Мы старались, сделали отличный контент, чтобы вы занимались, улучшались в английский язык.